И с вами Crystal May, и у нас тут продолжение. Продолжение тех самых эксклюзивных китайских квалов для любителей, ценителей вот этого вот темпа, знаете, прям медленных, таких прям сумасшедших каток, которые проходят сугубо по очень-очень тайтовым форматам, в большинстве абсолютных случаев, да. И Вичи Гейминг против CDEC, и я надеюсь, что вы здесь не только потому, что вы поставили на эти коллективы, а еще и просто потому, что хотите увидеть красивую, симпатичную и целостную, что самое главное, да, вот эту вот комплексную доту, где парни играют не только чисто на своем собственном скеле, где там какой-нибудь Миттер разводит налево и направо людей, где стратегия приходит в исполнение постепенно при помощи хороших ингейм-лидинг-коллов, при помощи классных инициаций, при помощи максимального общедействия от игроков. И пока что мы видим, как обычно, Шамана и Сенкинга, кто бы мог подумать. При этом все, мне кажется, что Шамана взяли просто для того, чтобы Чуан не взял себе Шамана, потому что он на нем просто люто хардкорит. Ну и плюс сам по себе персонаж очень сильный. Вичи Гейминг решили тоже не остаться в стороне, взяли себе сильного Бристлбека. Который, правда, приграл предыдущую карту, но это не сильно меняет вообще расклад действий. Напоминаю, CDAC только что приграли Вичи Гейминг Джереми на ваших экранах буквально вот минут 5-7 назад. После этого мы сделали маленький совершенно перерыв и направили свои стопы на просмотр замечательного матча против Вичи Гейминг, против уже простых Вичи Гейминг. Вичи Гейминг, кроме этого, мы тоже наблюдали сегодня. Они выиграли против AJ Vitality, но приграли All of Fire. И все еще сохраняют хорошие шансы на выход из группы. CDC, в свою очередь, сейчас смотрится, ну, по-разному, да? По-разному, как и Вичи. То есть они выигрывают и проигрывают, и все еще тоже сохраняют хорошие шансы. Что касается банов. Снова Рейзеры, снова, конечно же, Баланары. Баланары я чувствую, вообще не посмотрюсь никогда, потому что я лично ни разу не видел его пока в Китае на своих линиях. И вполне возможно, мы увидим его только где-нибудь на плей-оффе, и то, если его забудут забанить, что, в общем, это целом редкость, потому что все всегда банят. Баланара, это самый главный банрейт, напоминаю, вообще всего чемпионата, пока всех квалификаций. Ну, и, соответственно, с этим туда же отправляются в бану на Сурсе. Кунка, Рейзер, Свен и господа Блотсикер вместе с Баншой. Ну, и, в общем, и целом, все пока по дефолту. Сингинг, как всегда, на четвертой позиции будет ромить, Севспирит тоже будет ромить. Хотя, опять же, на мой взгляд, да, уже явная Спиритовская пара прошла, но есть исполнители очень крутые. И, по-моему, Ами как раз-таки от Вич испол... Нет-нет-нет, это был игрок ЛФ Вайев. Да, у ЛФ Вайев был очень крутой, а Спирит вчера очень жесткий. Вот, но посмотрим, как будет в исполнении от Эми смотреться, или от Чуана, не знаю, наверное, от Эми, скорее всего. Эм, Севспирит, Найкс от CDC, уже третий Найкс подряд на сегодняшнем экране. Причем, то CDC уберут, то CDC его отдают, то опять они его уберут. И в этот раз, видимо, Флаби будет на нем выступать. Рубик от Вич и Гейминг. Рубика, кстати, является одним из самых популярных пиков на пятую позицию в этих квалификациях. При этом всем в Китае его пикали очень мало, и на моей линии он был вообще один раз, и, по-моему, еще два раза на линии Морталиса. Вот, и я очень рад видеть Рубика здесь и сейчас, просто потому что, ну, это довольно интересный персонаж, комплексный персонаж, который может здесь стелить, например, серпенты, хексы, шоки, подкопы, самое главное, от Сенкинга, эпицентр, теоретически говоря. Ну, от Лайс Силера ничего не надо по факту забирать, ну, не особо важный, но Бэтрайдер плюс-минус. А знаете, что Сенкинг и Шаман, конечно, являются целью Рубика в этом матче пока что. Вивер от Вич и Гейминг, и это уже, конечно же, персонаж, который будет собирать себе Линку, потому что Бэтрайдер. Потому что Бэтрайдер, и, короче, у него лучшего оружия в этом мире нету, кроме как Линка, ну, еще есть, конечно, Лолдусорб, но Вивер является специалистом по сбору Линк, это как Медуза. И, соответственно, с этим, кроме этого, да, Вивер еще и по позиционке очень хорош, и может кайтить Лайс Силера до смерти. Лайс Силеру вообще будет очень сложно за ним гоняться, то есть нужно будет дополнительное количество контроля. Да, и Шаман, да, и Сенкинг, но, опять же, будут ли Шаман и Сенкинг фокусить сугубо Вивера и давать Лайс Силеру максимальное количество контроля под этого жука, чтобы Найкс его жрал. Или будет какой-то другой персонаж, на которого будет уделяться больше внимания. Лучшая пара комментаторов КС снова комметит Доту Кристалл Мэйн. Да, я был бы, кстати, не против, если бы у меня был бы кто-то в паре, честно говоря. Одному это немножко скучновато. Чат, кроме этого, не самый веселый, не самый быстрый. Да, очень добрый, да, очень приятный и ламповый. Я вас очень-очень сильно за это люблю, особенно вчера было множество и поддержки, и хейта, и серьезных разговоров, и хороших разговоров по теме, по игре. Всяких обсуждений. Надеюсь, что сегодня, вот, попозже, чат тоже немножко подразгорится. Это Шторм Спирит последним пиком от CDEC гейминг, после появления Квин оф Пейн от Вичи. И, ну, вообще, у Вичи сам вот идея вообще пика в том, что фиг меня догонишь, называется. Да, Вивер с Квапой имеют нативные эскейпы, и таким образом они будут позиционировать себя на поле боя очень эффективно. Без айтемов даже, да. А что касается CDEC, Шторм Спирит, это главный вообще персонаж здесь, он же будет завозить инфест-бомбу, он же будет давать вижен Бэтрайдеру, он же будет Кондор инициировать, он же будет... Вообще, кстати, инициация у CDEC очень-очень дикая. Это и Сенкинг, и Бэтрайдер, и Шторм Спирит, и все это с инфест-бомбой, да. И по факту мне нравится то, что у CDEC больше, чем то, что получилось у Вичи Гейминг. Но, опять же, да, вопрос чисто в исполнении здесь, и просто это скорее мои личные какие-то загоны, мои личные желания увидеть хорошее исполнение именно вот этих вот целой пачки инициаторов, которые себе сейчас напикали Джун и компания. Потому что, ну, круто же, да, представь себе, три инициатора. Три инициатора — это три позиционки крутых, и если, конечно же, появится ранний Блингдаггер на Сенкинге, ну, более-менее ранний, да, насколько это возможно, и Блингдаггер на Бэтрайдере, в зависимости от того, как он пойдет, опять же, собираться, потому что мы знаем то, что современные Бэтрайдеры собираются через два формата, через Драме и через Блингдаггер. Все зависит от того, как Уилл и Никсадио будет проводить Джун. И я бы здесь, наверное, поставил на CDEC сугубо, потому что опций инициации у них намного больше. И, соответственно, с этим они будут довозить Найкса до цели. Да, Найксу будет все еще довольно сложно справляться и с Клаповой, и с Вивером, но, благо, реально контроля хватает. Вивер, например, не будет жить в том случае, если у него не будет линки, если ему будут эту линку сбрасывать. Ясное дело, что рано или поздно появится Блингдаггер у Шамана. Ну, если, конечно, Блингдаггера будет не хватать, потому что если будет хватать, то тогда он соберет просто Аганин. Или, возможно, какие-нибудь форстафы или еще что-нибудь такое, типа, на суппортивных айтемах. Пропустить лучше. Ну, по вопросу ставок, на самом деле, сложный регион. Очень сложный регион, особенно в Best of 1 сериях. В Best of 3 еще более-менее. Плееры без хайст нет форстаф. Да, кстати, разберемся, наверное, с Сентряком. Так, Сентряк раз. Все здесь. Здесь и здесь. Ну, все. Довольно-таки дефолтно со стороны обоих коллективов. Плэрви за хазест нет форстаф в 10 минут. Наверное, это должно быть... Хал. Давайте поставим так. Фёст барак дестракшн. Так. Ничтим вилл гвин. Я, наверное, за CDAC. Тотал номер оф плэрдэфс омэнто зэ гейм. Долго ли это будет карта? Вот вопрос. Наверное, файтов будет много. Давайте 41-55 поставим. Вот такие у нас предсказания на матч. Я здесь сугубо по пику вот читаю то, что все-таки у CDAC все симпатично. Да, контр-инициации, да, веселья много у Вичи гейминг. Но то же самое у Чуан будет являться таким X-фактором команды. Потому что если... Ну, опять же, да, он на Рубике очень хорошо играет. Это второй там после Шамана у него персонаж. И как мы видим даже по объему золота на его сете. Но в общем и целом, его Рубик, если будет грамотно все стилить, и если получит себе блинг, то это будет дичь. Это будет тотальная дичь. Да. Янг. У нас будет играть на Бристалбеке на боте. Против него в Флабе Демонс и Септембр. Септембр-СК в Флабе на Найксе и Демонс, соответственно, на Шадоу. Шамане, и пока я тут их представляю, они уже начинают убивать Бристалбека. Ну, Бристал... Убьют, конечно, что. Убьют, без вариантов. Янг очень аккуратно сыграл сейчас и просто зафидил. Плотно. В свою очередь, Джун будет исполнять на Бэтрайдере против Вивера, который, кстати, не особо сильно волнует Бэтрайдер, да, то есть они будут скорее здесь 50 на 50 стоять. В том случае, если будет Рубик активно агрессировать, сейчас он пока что получает себе левел, сделал стак на малом кемпе, потому что малый камп не был заблочен, в отличие от... Кстати, и большой камп тоже не был заблочен, замечу я вам. Вот. И что, он получит себе второй левел по-быстрому. И как только он его получит, он, соответственно, уже начнет агрессивно действовать против Бэтрайдера. Самое главное — сохранять определенную дистанцию против него, потому что ты можешь получить несколько напалмов. И до свидания. Что касается мида, конечно же, Квин оф Пейн будет чувствовать себя лучше, потому что, а, у нее есть Аспирит, б, Анаквапа против Штормспирита, который немножечко в самом начале будет претерпевать. Ну и вопрос чисто к Септембру. Если Септембр даст ему хорошее количество спейса, если Септембр заберет на себя определенный объем внимания Ори, то тогда, может быть, Шейд и 50 на 50 выстоит. Если нет, то тут, скорее всего, 40 на 60. Это может помочь! Кэф неплохой. Вега 1-4 против М19 2-8. Слушайте, да, их, правда, интересные кэфы. Надо будет... Это еще жалко, что я не могу посмотреть правильно катку. То есть я, конечно, могу включить ее себе, но вам-то я не могу ее включить. Так, под копы, под Бреста. Да, поехала. Янг замедление. Open Wounds. Тем временем Шейкл тоже заходит. Бресту больно. Бресту очень больно. Янг, до свидания. Приятно. Приятно сейчас было все сделано. Это вообще без вариантов. Тут два раза уже убили Бристлбека. CD и Си начинают лейнинг стадию с доминирования. Да, все равно, кстати, перефарм в сторону Вич и Гейминг. Просто потому, что Мидл выигрывается в салат. Витов Пейн. Это то, о чем я и говорил, да. То есть мало того, что постоянная угроза вот этого парня, зеленого. Так, он еще и стакает. Сильный, сильный Амя. Ничего не скажу. Находит время и похарасить, и постакать. Приятно. Ему бы, конечно, полутать второй левел себя по-быстрому было бы неплохо. И, кроме этого, конечно, на сейфлане Хао вообще на фрифарме Бетрайдер, как я и говорил, особо ничего не сделает. И вот в такой ситуации Бетрайдеру неплохо бы собираться не через Драме, а через Блинк сразу же. Да, стрейт-ауэй. Так называемый. То есть, потому что Драмы хороши тем, что ты их собираешь через Бросера, Бросера тебе помогает лучше стоять на линии. На такой линии, как Вивер Рубик, тебе не особо хочется стоять, честно говоря. Ты ничего особо там не получаешь. Такого прям невероятного. Если ты способен подфармить быстрее при помощи стакинга, то, наверное, стоит именно этим заниматься. Ну, то есть, конечно же, все равно присутствовать немного на линии. Ну, вот у него уже четвертый левел. Сейчас он зафармил стаки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и Firefly придется Джуну завязать. Неприятно. Но при этом всем он зафармит чужой. Посмотрите, как красиво переливается под напалмом хвост Рубика. Зачем его плащ золотой. Да, Джун заберет чужую баунти-руну. Свою баунти-руну тоже заберет. Бэтрайдер сейчас реально очень силен. И если вы понимаете прекрасно, как передвигаться, да, понимаете, как им действовать в early game, то он становится канцерным совершенно персонажем, который при этом все может даже, ну, то есть, может ливать с линии, что сейчас суперактуально. Мы видим, несмотря на вот эту новую систему с стоянием на линии, где ты больше, точнее, где ты довольно много опыта получаешь именно от того, что просто хотя бы стоишь, и тебя не зонят, даже несмотря на это, это все еще, все еще довольно хороший вариант, хорошая опция для любого хардлейнера, возможность просто взять и уйти с харда на лес. Ну, что касается Янга и Бристалбеков, вообще им плевать, да. И нынешние меты им позволяют просто стоять и получать свой опыт, еще и гонять того же самого Ластилера. Так что, несмотря даже на два фрага, которые сделаны по Янгу, он сейчас чувствует себя все равно вполне себе адекватно. Хотя, конечно, и не так хорошо, как хотелось бы, если бы он не умирал. Но у него уже сейчас 19 столситов, понимаете? И фиг ты установишь эту... Фиг знает кого, это свинья, не свинья, непонятно кто. Короче, фиг ты остановишь Ёжика. Ну вот так, окей. Подержали в шейклах, подкопали. А что дальше-то? Надо в комбинах, конечно, делать, чтобы его ЧЛС-ти держал, но у него у самого вовсе не так уж идеально. Кроме этого, Чуан еще и пришел, дал Салву Бристалбеку. На Чуана сейчас все посмотрели, такие, Боже, нам и так ты его фиг пробьешь, это еще Салву приносит. Ну и Ори полностью согнал Шторм Спирита. У СС-а Early Game вообще в аду. У него даже ботинка нет, только обдумайтесь в этом. То есть все настолько плохо, насколько это вообще возможно для Шторм Спирита. Ну ничего, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что он опять же в лесу может отфармиться, стаки поделает себе, потом при помощи... Кстати, Кшнот, кстати, пытался сейчас, стак сделать не получилось, сейчас и ошибся в этом вопросе с таймингом. Ну и, конечно, Лайнинг Стадия... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прошу прощения, что пропустил, Хао там прикончил битрайдера. Ну и, конечно, Лайнинг Стадия идет в пользу Вичи Гейминг сейчас по фарму. Так, Септембр Под инвизом заходит против Ори Но они не убьют его, у него блинк в любом случае Это Unreal, и мало того, что самое главное Что тут Sonic Wave Да, Ори еще и блинканется Еще и на развороте Разобьет лицо любому Кто на него наедет, так Приходит Бэтрайдер, Бэтруха такой Ну что, пацаны, у меня нет лассо, конечно Но надо что-то попробовать через Броу Страйк сделать У нас же инвиз был на Санкинге В конце концов, Бэтрайдер оказывается в зоне Где должен фармить Шейд И они сейчас будут стилить у друг друга крипов Да, там будет стак, сейчас двойной Постараются сделать Ну-ка, ну-ка Сделаны стаки, да, удачно в этот раз Ну ладно, ладно, Джун решил не стилить ничего Джун решил постоять сейчас на миде Шестой левел ему нужен Неплохо было бы золотать его Ну и кроме этого, он может, в принципе, стоять Тем временем на топ у нас отправился СК, чтобы Себе замутить немножко левла Потому что оттуда вот ушел Бэтрайдер Короче, и то-го, да И то-го, у нас в топе стоит Ори, который просто в хлам переигрывает на миде Хао на фрифарме И вот то, что дальше происходит Мы видим, что по факту Янг находится в одной и той же степени По фарму, что и Бэтрайдер вместе с мидером Так что Все очень плохо для CDC в рунгейме И от этого раннего преимущества Вич и Гейминг могут сейчас очень и очень серьезно получить Так, Сэнг Кинг Получить преимущество в мидгейме я имел в виду Еще и Сэнг Кинг видит Бывает, случается Пришел на экспу, получил пачам Бывает Но это саппорт всего лишь Это не страшно Шейд, кроме этого, пытается Надо, надо срочно принести себе сапог Обудем бутылку Надо сапог принести Ну и вот они поехали С Таки Опять же, Бэтрайдер при помощи Лассо и Блинкдаггера Очень раннего О чем я как раз говорил, да Что вот этот выбор Блинкдаггера Он здесь очень адекватен со стороны Джуна Что из-за того, что ты не стоишь на линии Не имеет никакого смысла граммы собирать И Джуна это прекрасно понимает Ну, кстати, Джуну немножко не хватило горелки, чтобы дофармить Но он все равно, конечно, прибьет их при помощи физики И вот он, ранний Блинкдаггер На Джуня Да, это может быть не самый ранний в этом мире Блинкдаггер Если там Джуна бы доминировал на линии Это было к нему по-другому Но, если брать, что он из леса Выносит его из понерфленного леса Вы скажете, конечно, что в нем теперь быстрее крипы появляются Но все равно И вот теперь у него будет Блинк И это круто Это серьезно Это то, что может дать толчок для развития того же самого Штормспирита Которому очень сильно сейчас нужны денюжки Ну вот он, кстати, ботинок Постепенно все-таки он выфармливается И Шейд чувствует себя немножко более адекватно Ну а тем временем силовище гейм направлен на то, чтобы снести топ-тавер Даже Ори пришел, покинул медлинию Чтобы помочь снести топ-тавер И получить еще больше денежек Неплохо Хауз восхитил товарочек Тем временем Флаби Продолжает веселиться с Янгом Ну, вот система такова, да Что, окей, Бристлбека можно унизить с первого левела Это все, что можно сделать против Бристлбека Если вы видите его против себя На линию Где-нибудь в паблике, где вы играете Ой-ой-ой, Сэп Темб До свидания Что, он получает ласхит здесь? Собирать Сибиркана Так вот, видите Бристлбека Начинайте просто с первого же левела его гнобить С первого Но, как вы видите, даже несмотря на два фрага Которые вы получаете Все равно перевес какой-то вот между Уайфстилером сейчас и Янгом Составляет, типа 600 Да, Янг все равно свой левел вынес Своих крипов побил на линии И ни черта не боялся, по-моему Так, Джуон Вот он Блинк Реализация Блинка сейчас полетит на Ори Ори, очень важный фраг Очень важный фраг Нужно Персты дать Максимальное количество Ори все равно унесся оттуда Боже, какие станы Что такое вообще? Где станы-то были? Джунчик Умрет, походу, здесь Да, Хао очень хороший рефраг здесь сделал В контр-инициации Все-таки Спирита забили Но по Хао не будет контроля Это дичь, друзья Еще и Флаби сюда приехал Это ошибки от CDC Сейчас были Мисплеи Да Нужен был СК Или Или Шадо Шаман Но ни того, ни другого Здесь не было И Это означает то, что вам Одного Лассо не хватает А, точнее, Шаман был Да, Шаман был Нужны были Шейклы Но Шейклов не было Потому что пришел в спирит И дал Сайланс или Стан Неважно, что он там давал Шейд В любом случае контроля на Ори Не хватило Шейд еле выносит свои ноги Прямиком до Шрайна Че, она сюда заходит Че, что это Че, что он вообще Себе позволяет Спрашивает себя Шейд А Че, он говорит Я хочу подфидить И заодно еще и забайтить Забайтил на себя Умер Но Ори получает фраг на СС СС отлетает И Джун вообще ничего здесь не сделает Никаким образом Не поможет своему тиммейту Потому что Лассо нету В кулдауне Дичь творится, друзья Тотальная дичь СС умирает Сколько он у нас же умер Один раз он умер, да Но при этом Он еще не дофармился Долго Поэтому у него 3600 по сравнению С практически Пятью У Квапы 2К доминация У Вичи Гейминг Но оно самое главное Доделано не только в 2К А в том, у кого Она имеется То есть вот этот Посмотрите Это просто Янг, Хао И Ори в топе Находится Три человека От Вичи Гейминг Круто Крутое начало Очень сильное исполнение И они просто Панишментят Гридовый пик Шторма Которому должен был Помогать СК Но он себя не мог Найти на медиа И таким образом Помочь каким-либо Форматом Кроме как стакать Он не мог И в принципе И стакать он тоже не стакал Вардов Нереальное количество Посмотрите Вичи Гейминг Здесь и здесь У них очень много Вижена на этот подлес И плюс еще и здесь Ну здесь он кровопадет Но неважно То есть Вижен есть И что самое главное Они теперь точно знают То, что это смог Ганг И вот этот парень А именно Чуан Из опытнейших игроков Дота 2 комьюнити Из Малайзии И сейчас просто Свалит в лес И все Кв там никто не найдет Ну или найдут Или найдут ОМГ БТВ Да, смог спал Интересно, что здесь Чуан Чуан ждал Когда у него ТП Откулдаунится И он смог Сможет свалить оттуда Эпицентр был потрачен Лассо было потрачено Я не очень понимаю Зачем столько было потрачено Всего Причем Замечу, что Чуан Даже состилил Эпицентр Даже нажал его Но это, конечно На что не повлияло Хау тем временем Переправился на ботом Этот фраг на Рубика Он вообще ничего не значит Да, это 400 Сколько там 460 голды на двоих Для СК И Бэтрайдера Но это все еще не фраг Для Лайфстилера Который голодает Более-менее У него до сих пор Армлета нет у нас На 13 минуте Это не фраг Для Шторм Спирита Это фраг на Рубика Все это время Бристлбек Вопа Вивер фармили И это Очень и очень больно Но опять же Да, вот этот вижен Если вы саппорт Если вы играете Ставьте его Потому что там Вообще надо ставить На места, где смакуются Это и так всем прекрасно понятно Это реально очень И очень крутой вариант Чуан Пошел поставить дефолт Вард сюда Лаби тем временем Начинают грызаться вами Понимает прекрасно Что вы сейчас просто Раскатят тупую Поэтому не стоит драться Поэтому он пытается отойти И все-таки погибнет При помощи ульты Атер Спирита Соник Вейф Ему еще вдогонку Пустили оверкил Септембр Дает Борустрайк По двоим Ставится Серпент Варды Чуан одержит Чуан убегает Чуан на ЛОХП Все-таки в конце концов Получается в шоке Погибает Ори Еще и тоже Отлетает от Бэтрайдера Вместе с Шторм Спиритом Слишком далеко и глубоко Пошли за Найксом При этом все Это все было за Тавором И СиДиСи Очень быстро смогли Просто сюда Притпшиться И при помощи этой ротации Получили 1236 Голды за 3 кило При размене всего лишь Найкса Джон Имеется лассо Вивер Божечки мои Нет Вивер конечно уйдет Но у него нет вариантов Порустрайк В никуда от Септембра На Вирочку Достов никто не носит Ни достов Ни центрей Нифига нету Бывает Случается Все потрачено было Опять у нас Мертвый чат И посмотрите Сколько стаков Я не знаю Это квадро или Пятерной Тут 2 больших Два больших Два больших Эншин драгон Это пятерной Божечки мои Как же сейчас Янгу вкусно Да и Хао тоже И по левлу Все пошло просто Ох Ами Ами Ну ами И чон Стакали В основе своей Ами Это жесть просто Они сейчас просто Обмазываются Голдой И полетели Полетели вперед Уйта А то если Прилетел на Бэтрайдера Бэтрайдеру Очень больно И неприятно Сразу же станчики Сайл Все дела И можно заходить на Рошана Ори говорит Пацаны Готовимся Потому что инициатора То нету Си Ди Си И они просто Не способны отбить Эту атаку На Рошана И Камнеголовый Выпадет в пользу Ричи Геймер Ну и тихо В лесу Только не спит Барсук Вроде как Флупи Конечно уже в позиции Может быть инициировать Кстати смок до него Не докатился Он просто прожимает армлет Прожимает рейдж Летает внутрь Ори забрала Егис И надо отступать Надо срочно отступать Нельзя отдавать никого больше Кроме СК СК уже отдан Окей Демонса Все таки тоже прикончат Это фит Это фит Это чейн фит Причем Совершенно ненужная инициация Биз Бэтрайдера Бэтрайдер сейчас Скоро Ну чуваки Ну зачем Ну кому это надо было Что это за У них даже ракет не было То есть если у вас есть вижен Окей да И с ракеткой И не знаю Птиц И все что угодно Что может дать вижен Тому же самому ластилеру Который прижимает армлет рейдж И пытается войти внутрь Рошпита Но у вас вижена нет У вас нет информации Вы просто на халяву надеетесь И эта халява не происходит То есть Бэтрайдер нужен был У Бэтрайдера отличный вижен В файрфлая Он видит внутрь Рошпита Я не знаю в чем проблема была Просто подождать И если уж забрали Рошана и Эггис То не идти Но надежда была в другом Что типа у Вичи Гейминг Не хватит дэмэджа На то что быстро забирать Рошана И что там еще наверное есть Какое-то время Но нет Не тут-то было И это уже плюс 5К Даже практически Ну уже больше Уже 6К В пользу Вичи Гейминг И тут скорее всего Будет еще и топ Тауэр валиться И ботом Тауэр валиться И все внешние вышки Будут снесены Вопрос на который Должны сейчас Вичи Гейминг Себе ответить Смогут ли они Зайти на ХГ уже сейчас Я ставлю на то Что скорее всего Вичи Гейминг Пойдут тайтово играть Потому что это все-таки Отборы на интернешнл И уровень такой Что ошибаться нельзя И поэтому скорее всего Этот Аэгис Они реализуют Только при помощи Двух вышек Только в том случае Если CD и Си Пойдут драться В ответ на них Да и там Смогут проиграть Допустим То Ооо Это снова Это файты Посмотрите У противника Аэгиса Им плевать просто Ну Аэгис и Аэгис Ну что В принципе на Квапе Да Да отдаст У тебя свои скиллы Хотя Все еще довольно своеобразно Согласитесь Шейд там подфармливает А они шейда оставили Фармить вообще просто На АФК Да то есть Шторм 4 это здесь не будет В этой геймфайте Рекол А может быть А у них нету Скана Поставили вард Думаю то что Противник в собственных лесах Но на самом деле Вичи Гейминг на топе находится Давайте посмотрим Как они видят карту Они видят Янга Они пингуют Такие Ну противник соответственно То же самое И ставят Серпентфарды на мидл Будут ли спасать Вичи Гейминг сейчас Мидл Я полагаю что они могут Просто разменять тир 2 Пойти вообще заставить Противника Затпшиться Защищать хайграунд Теоретически говоря И Потом пойти зафармить Вот этих вот парней Не знаю Да Да Это ТП Это ТП после тир 2 После тир 2 Да Много дэмэджа потерял Защищая получила Сейчас вышка Много хп потеряла Есть подозрение что А хотя Слушайте Одинайта от Янга не будет Лол Очередный раз вижу Просто Тотальная жесть У Янга Много дамаги Да вы видите 90 Ну то есть Около 200 дамаги Он явно может Переласхитировать Серпенты Джун Ну это Смерть Смертельный приговор Для Айми Без вариантов Без смс регистрации Вопрос в другом Смогут ли уйти Джун Вместе с лайфстилером Отсюда После того как Они загонгают Айми Так Блинкаут От Джуна Он понял то что это засада Он понял что нельзя Инициировать здесь Внутри еще и флабе А вот тебе и подарок Распирит Вот тебе и подарок И полу погибнет Вопрос в другом Как я и говорил Джун походу не уходит А Найкс просто прожимает рейдж И делает тэп аут Более чем грамотное решение От лайфстилера Мидас собирается Да Да Мидас С какой стороны Полностью вертифицировать Его можно И я с ними согласен И я с ними согласен Полностью с их решением В CDC надо Точнее в Вичгейминг Надо искать Свои фраги Вне хайграунда Сейчас Надо находить Того же самого Бэтрайдера Идеальная цель Уже появился Блинк Все-таки Налутал себе Где-то Нахабатил Ну и в принципе CDC Это все еще Не патовая ситуация У них есть выход Из нее У них Есть выбор У них есть Возможности Выбор правда Делается в пользу Мидасов Поэтому Я не скажу Что это плохой выбор Да Он Понятно почему Вопрос Как это сыграет Удивляет Как китайцы Умудряются Жарить на земелье После стойких Нерфов На самом деле Он все еще Довольно силен Я имею Камон У кого Такие спылы Вообще есть Уешные Сайлансы Станы Которые еще И с хулдау Но не особо Большие РХЗ Так Влет На астиллера Все отдали Все что было На астиллера Просто Янг отказывался Зачем на присталбека Прошу прощения Янг отказывался умирать Соник Вейв Хороший По Найксу Найкс Отлетает далеко и надолго Дэмонс Тоже отправится прямиком В ад Шайн прожали Дерутся Ори На развороте У него закончился Игис Замечу Аван Но это никаким образом Не мешает ему Продолжать здесь Мансовать В конце концов Даун погибнет Но за это отдадутся По-моему Все в составе CDC Да СК правда Успел улететь куда-то Да Ультра килл Для Хао А Хао Че делать Его никто не может Зафокусить Его никто не может Особо законтролить Даже без Линкия Потому что Инициация была На Бристалбека На него потратили Лассо На него потратили Хиксы Шейклы Вообще почти все Что было Хао даже особо Не парился А как только Начинает его контролить Как только контроль Заканчивается Он просто нажимает Господи Таймлапс И Шикучит себе дальше Так что Тут такое Мало того Что он шикучит Так он еще и Дизоля бьет Это больно Это больно И только что Мы увидели Ультра килл От Хао Который здесь Просто выносит На помойку CDC Но Это еще не означает Что это все Конец CDC способные Парни Они могут Это камбэкнуть Будет тяжело Да Но Кто его знает Все еще Запасной Стармспирит Который все еще Может получить Какие-то ключевые Фраги Там на Допустим Нереальные стрики И Вытащить Хорошие артефакты Которые помогут Ему В будущем Ну какой-нибудь Охит конечно Да он сейчас Охит собирает Классический Совершенно Допустим Трибут Это ему в лицо Наля Лассо Эпицентр Второго левла Все В одного Бреста И он еще Отказывался Умирать И выдал В ответ 1154 То есть В вакууме Ситуация Выглядит Очень смешно Согласитесь И Я подозреваю Что в нормальном Тимфайте Все-таки На Бреста Никто не станет Залетать Ну если конечно У Бэтрайдера Будет инфа Потому что Предыдущие два Захода на Бристалбека Были Не от хорошей Жизни Согласитесь На топ Заходит у нас CDC Что будут делать Вичи С этим Вичи Ничего Конечно Ничего не будут делать Потому что Тир-2 Вышка Того не стоит Чтобы бороться Без броскилбека Поставлены Серпенты Смог был Прожат И Контур Инициация Какая-то будет Ну Бристал придет После этого После Ну опять Он динает Тавра Два раза Янка имел Возможность Прийти И попробовать Динает Тавра Да я понимаю Что серпент Варды сильные Но все-таки Все-таки Стоило наверное Попробовать Но это бывает Просто Просто ему важнее Кстати А да Еще вторая фишка Что Надо будет Еще раз Посмотреть Но У меня есть Подозрение Что Кто-то А именно Демонс Не контролит Свои серпенты Для того Чтобы динаить Друг друга Там Одна тычка Две тычки Надо дать Вот Текс Текс Ту хит Дестроя Сингл вард И тут Такой момент Что Один Точнее Не важно Какая сила У персонажа Удара Все равно Два удара Нужно Нанести И Бристал Бэк дает Один удар Сразу же Серпент Динает И так далее И таким образом Соответственно Бристал Не получает Ту голду Которую Могут Зафармить Так Чуан Чуан На самом деле Далеко не Не очень сложная Механика Вон Напряжная Ян Залетает на Рошан Это еще один Рошан Для Вичи Гейминг Да В предыдущий раз Не было Бэтрайдера И поэтому Ничего не делали Кстати Бэтрайдер Засада А Вижен То вообще Какой-то и есть на Рошан Нет походу По-моему Нету Да Рошан Будет отдаваться И Понимает ли Хоть кто-то Что тут происходит Нет Ничего Никто не понимает Флаби такой А ну ладно Рошан забирает Значит мы пойдем На Тавр Правильно делают Надо хоть как-то Использовать время Которое вы отдаете Точнее Которое вам противник дает Покуда забирает сам Рошан Все Флаби Занес Тавр Ну видите Медас пока работает То есть Опять же В каком-то другом регионе Ой так Подождите Подождем Какая-то движуха Бэтрайдер Ты что здесь делаешь Ему спрашивают Ами Он такой Бегу за ТП На вашу базу Почему на нашу базу Никто не знает Никто Уже не узнает Бэтрайдеров Отправили на базу Без ТП Безбилетник Блин Попался Ну и конечно же Кондуктор Точнее контролер Эбола Сделал все возможное Так Что там Чтобы наказать Что там у нас По вопросу А да Так вот По поводу Медаса По поводу Медаса Будь это какой-то Другой регион В котором Аигис означает Заход на хайграунд Даже на 20 минуте Даже против нормального Такого тимфайта У Си Ди Си На Экса За это наказали бы Но Сейчас Вот в данный момент Это Китай И Флаби знает Что он играет Против китайцев Флаби знает Против кого он играет Потому что у них Нереальное количество Уже скримов прошло Они в официалках Нереальное количество Раз встречались Он в курсе И когда Флаби в курсе Он соответственно С этим принимает Решение Соответствующее Твоему оппоненту И он знает То что Вичи Просто дадут ему Сфармить С этого Медаса То что ему нужно И это Грамотное решение От него Блигдаггер Тем временем у Чуана Что там у нас Линкак Конечно же У Вибера Я удивлен что она Не вторым артом А только третьим После Драгонланса И изолятора Янг тем временем Заходит на хг Говорит пацаны А давайте-ка Пожарим товарочек Я же ежик Я могу Неважно Есть Айгер Нет Айгер А зато сыр есть Айгер все равно Есть у Хао Мне кажется что По другому то Они не зашли бы Это минус Бэтрайдер Бэтрайдер не потратил Своё лассо У Бэтрайдера есть байбэк Что означает Что он все еще Может выкупиться И отдать лассо На кого-нибудь полезного Вопрос только в том На кого И как они это будут Сетапить Прилетает Дэмонс Домой И байбэк От Бэтрайдера То о чем я как раз говорил Начинает Ой серпенты Поставлены против Янга Янгу плевать Он просто будет стоять И ждать Оооо Все плохо Все очень плохо Хао просто фармит их Дэм Дэм сан Отогнали при помощи серпентов Которые половину еще и зафармили Хорошо Ладно отогнали Так отогнали 11 тысяч перефарма Все пока что в одну сторону На самом деле Не так много у нас карт Которые идут только в одну сторону Я думаю процентов 10 От таких вот соло доминирующих Вот сегодня одна была Где Лекан Просто запушил до смерти И занес На 27 Если я не ошибаюсь Таак Влетает Блин Рубик состелил себе Болотник Это вообще дичь просто Это гг Это гг Для вообще шторма Да он смог себе сденайить Но согласитесь Ему это не хотелось бы делать Потому что Все равно зафармить себе Бластон Пойнты очень сложно Заряда Бластона Очень сложно Если вы не выигрываете Тимфайта Тимфайта Вы не выигрываете Эпицентр Полетел Септембр Вместе с Лассо Там вообще все зажарило Квин оф Пейн До свидания Чуана Тоже туда же Прямиком Там вернул Запихивает Хорошо Все было сделано Здесь Но Янг Продолжает насаживать Нереальное количество Демеджа СК погибнет Бэтрайдер погиб уже Флайбе тем временем Пытается унести Свои ноги от Хао Но Хао Не отпускает людей Хао Их убивает Он доминирует Он насилует Он здесь Самый главный Самец года Видишь Жукашек Учисто Хао Будет продолжать Доминировать Здесь Тавер Точи барак Какой же он жесткий Прямо смотрите Как идет он прям Но 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 И минус походу Милижный барак Демонс Отходит Что там состели Хиксу Окей Why not Минус с оранжевой И все До свидания 16к Преимущество В пользу Вича Гейминг После этого файта При том что Опять же CDC довольно неплохо Инициировали Убили двоих Убили Квин оф Пайн Которая вообще Не успела сделать Рубика Но Это не помогло Это не помогло Потому что Все равно Аегис У Вивера Все равно Там был сыр У Бристал Бэка И этот сыр Даже не прожимался Только вдумайтесь Его даже Не попытались Что-либо Точи как-либо Раздамажить Ори Ори Залеты Тотальные На Сенкинга Ори дал Вижен на СК Сразу же сверху Хекс От Рубика И все И GG ВВП 353 Галды получает ВП Зачем ВГ ВП И заход На ХГ Аегис Закончился Тем временем У Вивера На самом деле Это не проблема Я не уверен То, что сейчас При вот таком Трансфарме Собирать Что там Вивер Что летит Вивер начинает Собирать Ривер Ривер И Тараску Вообще Вот он Ривер Ну все Я не знаю Как убивать Вивера Больше 2800 Это все Надо в Чин Стан Выдавать Потому что Иначе он Таймлапсница Чин Стан Чин Сайленс Неважно Называйте Как угодно На нем еще И ЛНК Это ГГ Это неубиваемый Вивер Я не вижу Никакого потенциала В будущем У Си Ди Си После таких поражений 17800 У Жука Шикучиста 14000 У Ори 17700 У Янга Ну и дальше Вот идет Как раз таки Сборная Си Ди Си 12 С лишним Имеется У Шторм Спирита Но в лабе Только 8000 Не дофармливает Айстиллер Ну купил Мидасик Нормально себя чувствует А че нет то Нормально же Нормально Работает Работает А че нет А че Ну и там И окей Че Мидас то нажимается Нажимается Небракованный Все Да Может по оппонентам Он не нажимается На хау Нельзя нажать Мидас Чтоб он Взял Растворился Так Шейд Поехали Денежки Ну и хау Заходит Под смоками Заходит На ластиллер Ластиллер Получает Сайленс И пытается уйти Отсюда Получает сверху Ульту В Шей Ээээ Спирита И конечно же До свидания Ластиллер Туда же Отправляется у нас И Джун И Юнь И Сентябрь И всех Вообще Поколупали Больно Печально Ну это уже ГГ Я не знаю почему они Вот ГГ написали Демонс объявляет Что это Походу Все Габелла Пацаны Габелла Нечего делать Парни Давайте Заканчиваем Что ж Поздравляем Официально Речи гейм С очередной картой Которую они все таки Смогли забрать Первый день Напоминаю Начинался с счета 2-2 Сейчас все Немного более Позитивно Мы отправляемся На маленькую паузу Сейчас я вам скажу Что у нас будет Следующей картой LGD против FTDA Два фаворита Группы Ну в принципе У нас все там фавориты Группы Пока совершенно не ясно Что еще происходит Там не переигровки Переигровки Или нет Или да Или что еще Но в любом случае Я буду держать вас в курсе Оставайтесь здесь У меня на канале Если хотите смотреть Китайскую доту Я буду держать вас в курсе